На сегодняшний день из-за широкого употребления антибиотиков активно развивается устойчивость к ним. Все больше и больше штаммов бактерий становятся к ним малочувствительными. Но ученые Казанского университета нашли так называемый усилитель антибиотиков. Все подробности далее. Поскольку антибиотики имеют определенный предел концентрации, который можно вводить человеку, иногда этого оказывается недостаточным, чтобы подавить жизнедеятельность бактерий. Ученые Казанского университета выяснили, продукты жизнедеятельности, то есть метаболиты одной бактерии, помогают бороться с другой. В последнее время показано, что большинство заболеваний связано не с одним возбудителем, а с несколькими. И вот в нашей лаборатории мы уже пять лет пытаемся моделировать те ситуации, когда вместе сосуществуют несколько болезнетворных бактерий и как можно подавить их жизнедеятельность. И вот в ряде случаев мы увидели, что действие антибиотиков на консорциум бактерий оказывается намного эффективнее, чем на одиночные бактерии. Исследователи пришли к выводу, что золотистый стафилококк, который сам по себе является достаточно опасным патогеном и вызывает заражение крови, ангину, дерматиты и множество других тяжелых заболеваний, выделяет некоторые метаболиты, усиливающие действие антибиотиков в отношении возбудителей гнойной конгрены, сенегнойной палочки. И сейчас наша задача состоит в том, чтобы идентифицировать, какие же вещества выделяет данная бактерия, чтобы иметь возможность их синтезировать химическим путем, либо же выделять из культуральной жидкости самого стафилокока и использовать для повышения эффективности антибиотиков, как минимум для наружного применения, для лечения кожных инфекций, заболеваний слизистых, может быть, конъюнктивитов. Сейчас ученым предстоит выяснить, что именно и как работает, чтобы далее результаты исследований можно было использовать в практических целях. В первую очередь, конечно, мы можем за счет этого использовать гораздо более низкие концентрации антибиотиков, которые уже не являются токсичными и не приводят к каким-то побочным эффектам.